здравствуйте с вами сидрот добро пожаловать в мой мир где сверхъестественное естественно моя гостья говорит что 2020 станет началом декады перемен это ваше время и это ваш момент это то чего вы так ждали существует ли сверхъестественное измерение сидрот провел более 40 лет исследуя странный мир сверхъестественного присоединяйтесь к сиду в этом выпуске программы это сверхъестественно у меня в гостях бренда кунеман обычно вы видите ее на телевидении в паре с ее мужем ханком кунеманом но бренда сама пророчецем бренда 12 лет назад ты говорила о том что происходит сегодня пророчествовала что же ты говорила припомни пожалуйста господь дал мне слово о том что мы увидим как популярные личности начнут провозглашать имя иисуса и ешуа господь показал мне что все это начнет проявляться в ближайшие годы и даже в новом десятилетии я имею в виду известных личностей музыкантов спортсменов мы все их знаем все эти звезды начнут провозглашать имя иисуса и проповедовать евангелие это сверхъестественно и удивительно господь будет обильно изливать свой дух в последние времена бренда бог показал тебе следующее десятилетие так чего же нам стоит от него ожидать это то что мне сказал господь сит я в восторге от этого потому что дух божий провозглашает что это декада перемен я объясню что я имею в виду но если посмотреть на последнюю декаду с 2010 по 2019 то это были годы трудностей для церкви во многих сферах это касалось не просто отдельных людей мы видели это во всем мире мы видели рост гонений даже в америке мы увидели как начались активные нападки на христианские ценности было такое ощущение что число таких нападок будет лишь расти и тогда господь дал мне ответ в духе что начиная с 2020 и далее будет декада господь сказал мне в конце 2019 наблюдая за тем как церковь придет к великому празднованию она начнет говорить мы хотим вернуть наши ценности мы хотим чтобы молитва снова была в школах мы хотим видеть дух божий судах никто не захочет сказать мы просто отложим библию в сторону нет люди устали от этого но я хочу сказать о декаде перемен то что во первых она будет отличаться от того что было раньше это очень важно я верю что дух божий говорит что у людей должен быть другой взгляд они не могут смотреть за туманенными глазами как раньше мы должны увидеть что дух божий хочет поставить нас не только в целом но и лично на новую платформу где мы начнем видеть успех прорывы исцеление сверхъестественные удивительные вещи господь будет действовать сверхъестественно и это захватит людей я пророчествую о том что народ божий увидит разницу мы окажемся вместе сверхъестественного помазания с которым не сравнится мир медиа придется рассказывать об этом наука не сможет это опровергнуть грядет перемена и я хочу добавить к этому одну вещь которую мы провозглашаем у себя дома мой дом является запретной зоной для врага и декаде перемен во имя иисуса вот что ждет нас в новой декаде духа божьего ты написала новую книгу на эту тему это не просто книга это образ жизни который изменит и семьи и общество людей ты говоришь об указе или о декларации что же это такое поясни нам пожалуйста я верю что в эту декаду будет необходимо чтобы наши слова соответствовали небесам мы должны говорить то что говорит бог должны соответствовать пророческим словам писанием мы должны говорить и превозглашать все согласно божьему слову есть один известный библейский пример в дни сотворения бог сказал свету появись но он сказал прежде чем было проявление звук всегда предшествует проявлению это важное заявление ты можешь повторить его еще раз да звук всегда предшествует проявлению иногда мы хотим чуда хотим проявления божьей силы в нашей жизни но сами не готовы говорить правильные вещи я скажу так иногда сложнее всего подать правильный звук когда вы в битве когда вы смотрите на землю она кажется вам безвидной и пустой вам кажется что ничего нет и все против вас сейчас кто-то из вас борется за свою жизнь вам кажется что вы в битве но дух божий говорит что если вы будете провозглашать слова из писания согласись пророческим словом то что-то изменится и вы обязательно обязательно увидите проявление духа божьего во всей его полноте просто провозглашайте а в чем разница между указом и простыми словами если мы просто что-то говорим декларация или указ если можно так сказать это авторитетное повеление подкрепленное законом мы можем сказать что наш пророческий указ это авторитетное повеление когда мы делаем это в согласии с божьим словом то видим авторитетное повеление которое подкрепляется словом божьим и вот что самое интересное сид если это повеление подкреплено словом оно должно исполниться в твоей книге сотня подобных деклараций касающихся каждой сферы жизни есть одна сфера которая близка всем нашим зрителям эта сфера это ваш дом я очень хочу чтобы ты прочитала декларацию из своей книги о доме прямо сейчас потому что все мы нуждаемся в том чтобы в нашем доме был мир божий конечно я хочу чтобы вы приняли это возможно у вас проблемы в браке проблемы с детьми как взрослыми так и маленькими я хочу ободрить вас бог любит семьи дома мы видим в деяниях 16 как весь дом пришел к иисусу господу я хочу чтобы вы были в согласии со мной я буду говорить мы потому что мы в согласии это касается не только вас мы стоим вместе сегодня мы провозглашаем благословение дома спасение посещение бога он придет ваш дом чтобы высвободить благословение в него мы молимся за каждого члена вашей семьи примите это они переживут прикосновения сверхъестественного присутствия всемогущего бога мы разрушаем силы противостаньте врагу разрушаем силы всяких духов которые выступают против вашего дома вашей семьи вашего имущества вы вернете себе свои вещи я хочу чтобы вы сказали мой дом запретная зона для дьявола скажите мой дом запретная зона для дьявола все ваше имущество покрыто во имя иисуса мы вместе говорим что все дела тьмы связаны и мы провозглашаем покров господа над вашим домом мы молимся о том чтобы ангельские силы вышли чтобы защитить вас они будут там мы молимся о новом дне для вашего дома чтобы в этом сезоне все члены вашего дома пережили новую и свежую встречу с господом богом во имя иисуса вы можете представить себе сотню подобных деклараций и каждый день вы можете провозглашать новую декларацию над собой над своим домом и всеми сферами своей жизни бренды говорит что эта привычка заставит силы тьмы остановиться вам интересно если да не уходите ты говорила о том что кризис приходит в той же одежде что и ты сам что же это означает для каждого из нас нам христианам и верующим сложнее всего говорить правильно во время кризиса когда ты оказался втянут в битву и сталкиваешься со страхом симптомы моим или диагнозом с которым ты не знаешь что делать то ты буквально начинаешь ощущать тревогу нутро именно в такие моменты сложнее всего говорить правильные вещи вот почему необходимо чтобы мы говорили правильно когда кризиса нет это должно быть нашей привычкой а вот почему я подготовила эту книгу я хотела чтобы у людей были инструменты для того чтобы они развивали эту привычку строили дом пока светит солнце у себя дома мы провозглашаем каждый день что будем жить долго и никогда не умрем раньше времени мы будем стоять твердо и жить столько сколько задумал бог чтобы мы исполнили свое предназначение мы провозглашаем эти вещи у себя дома мы развиваем эту привычку у тебя даже есть указы которые повелевают силам тьмы разбежаться прочь конечно провозгласи их сейчас я хочу сказать вам что вы можете не просто приказать силам тьмы разбежаться но и приказать всем бесам которые выступают против вас уйти это может касаться вашего поколения я обращаюсь ко всем родовым проклятием которые выступили против вас я пророчествую что всякое проклятие всякие чары проклятие вуду я разрушаю силу колдовства над вашим домом над вашим поколением все что сдерживала вас мешала вам и было не от бога я провозглашаю это там где вы смотрите и говорю это во власти имени иисуса пусть все это будет разрушена и связано я разрушаю силу всякого духа который искушает мешает сеять ложь и бунт я приказываю ему идти из вашего разума из ваших мыслей всякое упрямство и жестокосердие всякая слепота и глухота в духе мы провозглашаем что все это будет разрушена в вашей жизни нас смотрит кто-то кто был связан демоническим духом немощи вы молились вновь и вновь но продолжаете страдать я говорю прямо сейчас дух немощи выйди из этого человека во имя иисуса я провозглашаю над вами будьте свободны во имя иисуса одно дело учить проповедовать провозглашать и совсем другое когда ваш близкий человек умирает надежды просто нет в этот момент а что ты сделала когда подобное случилось с твоим отцом нам позвонили и сказали что у отца осложнения с дивертикулитом на протяжении 6 месяцев материал из кишечника попадал в полость тела и к тому времени как они поняли это инфекция настолько распространилась что он был почти при смерти когда мы зашли в палату то все выглядело плохо и безнадежно вот почему так важно чтобы мы провозглашали все время правильные вещи провозглашали правильные вещи да именно это крайне необходимо мы зашли туда и сказали во имя иисуса он будет жить и не умрет были моменты когда я кричала про себя он не выживет ты придешь утром а его уже не будет ты реагировала на то что говорили доктора и что видела своими глазами да его медицинская карточка была толщиной в 10 сантиметров потому что у него было много проблем я помню что наши родные и наш сын мэтью который тогда учился в первом классе сейчас ему 26 знали что такое сила провозглашения и указа я помню как он сидел в палате своего дедушки и рисовал он вспомнил история о том когда к иисусу через крышу опустили парализованного он сказал дедушка ты встанешь со своей кровати потому что иисус сказал тому человеку встань и ходи он сказал дедушка встань возьми свою постель и иди домой он сидел у него в палате и провозглашал это через 30 дней мой отец был здоров и уже ел желе я также видела множество видений я видела ангела кроме того я видела иисуса и его спину но через 30 дней он проснулся это шокировало докторов у него была одна медсестра которая ушла в отпуск когда она вернулась то спросила это пациенты из 10 палаты она не могла в это поверить что он сидел и говорил это сверхъестественно они написали в его карточке это не плод медицинской науки а плод веры и молитвы аминь я верю что декларации были ключом к этому чуду меня учили никогда не говори никогда но ты говоришь что есть одна вещь которую мы никогда не когда опять же повторюсь никогда не должны делать что именно мы никогда не должны делать это особенно когда мы ощущаем искушение сделать это потому что каждый с этим сталкивается сид мы никогда не должны становиться пророком дьявола не говорите от имени врага каждый может говорить о том что видит мы можем говорить это о нашем здоровье о том что мы видим в новостях нам легко зацепиться за то о чем говорят люди в новостях ты наступила на мою любимую мозоль о да мы все поступаем так иногда нам так и хочется бросить тапок в телевизор а потом забраться в раздел комментарии в соцсетях и поспорить со всеми но мы должны быть осторожны чтобы не приводить в движение вещи которые не нравятся богу если мы будем поступать так то сами направим себя к поражению это очень легко особенно в наше время когда у каждого есть свое мнение и он озвучивает его во весь голос никого не стесняясь мы должны быть очень осторожны я считаю что это особенно актуально для нашей страны мы должны осторожно говорить в согласии с тем что бог делает пророчески они просто поддерживать свою партию или выражать свое мнение мы должны быть в согласии с богом ведь если мы не будем поступать так то сами направим себя на путь неудачи многие люди не понимают почему они не видят чудо мы не можем выступать за дьявола своими устами каждый может говорить о том что видит нужно помазание чтобы сеять добро и следовать за богом ты учишь что дьявол не может противостоять нашим словам конечно не может и вот почему мы узнали о законах ньютона в школе это законы динамики если вы бросите мяч что он будет двигаться пока не столкнется с противодействующей силой но никакая сила не может остановить слова бога и если мы движемся в согласии с богом никакая сила не может остановить то что мы говорим все может выглядеть иначе но если мы будем придерживаться слова исцеления финансового благословения слова над нашим домом над нашими блудными детьми если мы будем придерживаться этих декларации дьявол не сможет остановить того что сдвинулась благодаря помазанию вы понимаете хорошо я присоединяюсь к тебе и хочу чтобы ты провозгласила то что бог показывает себе сейчас а в духе вот что ощущаю сейчас присутствие божье на этом месте дух господин показывает мне что вы страдаете от какой-то физической проблемы просто примите это сейчас я обращаюсь к вашему физическому телу и говорю крови костям вашей иммунной системе всем органам всем клеткам вашего тела придите в согласие и начните функционировать так как бог создал вас я говорю во имя иисуса пусть ваше тело начнет принимать жизнь заново новое желание новую жизнь новую жизнь зои от духа божьего во имя иисуса я провозглашаю полноту исцеления я говорю чтобы вы начали переживать хорошую жизнь а вы больше не будете лежать в кровати страдать и болеть мы выступаем против боли против страданий всяких проблем в теле которые пытаются забрать у вас радость и не дают вам жить в силе новая сила сойдет на вас сейчас во имя иисуса вы начнете снова бегать танцевать делать то чего не могли делать раньше вы начнете снова делать упражнения потому что на вас сойдет новая жизнь и энергия во имя иисуса прямо сейчас я вижу человека у которого проблемы в браке вам кажется что ваши отношения разрушены выходили консультантом вы пытались найти помощь потому что у вас проблемы я обращаюсь против того духа который пытается зайти в ваш дом против духа недовольства мы выступаем против непонимания мы разрушаем силу всех демонических духов сеющих раздор и борьбу мы связываем демонических духов войны которые пришли настроить мужа против жены и посеять хаос мы говорим вашему дому да будет мир да будет мир мы пророчествуем о том что единство божье сойдет сверх естественным образом я ощутила как господь сказал следите за тем что происходит в вашем браке вы увидите что в ближайшие месяцы вы скажете я даже не понимаю что это было почему мы ссорились в чем была проблема все исчезнет дух божий принесет настоящий мир ваш дом это шокирует вас и вы начнете любить друг друга еще больше чем раньше я ощущаю что дух божий дает мне еще одно слово для тех чьи дети отошли от господа мы говорим что дух совращения и лжи дух противления и бунта будет разрушен мы провозглашаем победу в жизни ваших блудных детей сатана убери прочь свои руки от них мы разрушаем эту жестокость сердца и заменяем ее нежным сердцем открытым сердцем которое видит истину жизнь и благословение мы провозглашаем прямо сейчас их возвращение к общению с вами и с богом во имя иисуса мы говорим дьявол отойди от них мы высвобождаем дух божий на ваших блудных детей они уже не такие они вернутся домой я ощутила как господь сказал начните радоваться родители начните танцевать и бегать приготовьте пир потому что ваш блудный ребенок вскоре вернется домой во имя иисуса впереди огромная радость аллилуйя принимайте это прямо сейчас принимайте слово от господа вашу жизнь аминь если устами будете исповедовать иисуса господом и будете верить в сердце своем что он воскрес из мертвых тогда обязательно спасетесь смотрите в следующем выпуске здравствуйте я доктор кинан бриджес что если бы вы каждый день могли переживать нечто чудесное а знаете ли вы что чудеса являются частью вашей небесной днк да присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи и приготовьтесь вступить в школу чудес аэсэн онлайн сеть это сверхъестественно теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров аэсэн это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней неделю только что я снова посмотрела вашу программу я благодарю бога за вашу программу люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от бога присоединяйтесь загрузите приложение аэсэн сегодня молитва это важная составляющая доступа ко всем божьим обещаниям и благословения ежедневная молитва на данном вам богом языке очень важно мы представляем вам совершенно новое приложение разговор с богом а вы сможете установить напоминание о том что хотите помолиться и сообщить другим сколько времени вы провели в молитве в нашем приложении всемирного молитвенного сообщества а вы сможете оставить свои молитвенные просьбы также вы найдете видеоучение о том как получить крещение духом святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке который дал вам бог смотрите архивы наших программ аэсэн сети это сверхъестественное чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное приложение бесплатно и доступно на всех девайсах зайдите в свой магазин приложений и найдите разговор с богом сидорота после ряда операции один еврей оказался парализованным врачи сказали ему что это на всю жизнь из-за этого он впал в глубокую депрессию но вскоре ему явилось откровение которое полностью изменило его жизнь и помогло ему чудесным образом исцелиться он снова смог ходить 25 врачей среди которых были нейрохирурги и неврологи так и не смогли найти этому объяснение если вы хотите узнать об этом откровении заходите на наш сайт вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым что вам не хотелось жить и вы думали что без вас мир будет лучше но вот в чем правда есть тот кто любит вас очень сильно еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения он видел все ваши слезы радовался с вами во все радостные моменты вашей жизни он наблюдает за вами с утра до ночи он ваш самый большой поклонник он сформировал вас в утробе матери он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира он заботился о вас от самого рождения он говорит что вы дивно сотворены его мысли о вас больше чем песка в море он сказал если родители откажутся от вас он всегда вас примет даже если ваша мать забудет о вас он никогда вас не забудет он будет для вас настоящим отцом он избрал вас чтобы вы были частью его семьи он обещает что вы можете положиться на его любовь к вам его любовь совершенно он никогда вас не покинет а если вы приблизитесь к нему он обещает что приблизиться к вам мы хотели бы больше рассказать вам о нем пройдите по ссылке и вы получите бесплатную купю книги они подумали о себе заходите на наш сайт уже сегодня дня